ну что ж ребятишки продолжаем искать дешевый достойный виски тайм-коды в описании ну что ж друзья я в очередной раз приветствую вас на канале не детские забавы и опять у нас шляпа а это значит мы опять пытаемся найти замену старым fox and dogs чтобы было дешево сердито но виски fox and dogs нашел очередную бутылку 1702 22 года стало быть еще самое то ну и кто же против него сегодня будет сражаться а против него будет сражаться котиш роял то бишь шотландский рояль виски из магнита его цена 550 рублей пересчете на 05 и вроде как он действительно из шотландии следующий представитель это у нас лейбл файв представитель из пятерочки в данном случае 035 но за 0,5 литра просят 649 рублей 99 копеек а вот разливается этот тип бог его знает где потому что на штрих-коде 31 ну и представитель опять-таки из красного и белого сир эдвардс за 699 рублей и у этого паренька на штрих-коде вообще 30 пишите в комментах и знаете откуда это я про них ничего не читал ничего не смотрел ведь суть данного ролика в другом найти замену этому парню он будет просто у нас таким маркером и будем так сказать обнуляться до эталонного состояния а я напоминаю что у нас как обычно на канале самое честное слепое сравнение заводимся через fox and dogs примем эталонное состояние жестко сердито дешево на виски ну что ж заводите первого вот и первый представитель посмотрим как он себя проявит ароматить и господа сразу с первых но мы нашли его это виски ну-ка да практически один в один даже никаких нюансов единственное тут на аромат чуть больше легкой такой горечи возможно легкого дымка но по всем остальным характеристикам спиртозность чувство легкого солода мое почтение аромат 5 баллов бутылка интересная необычная не такая как у всех метели куда-то в сторону баллантайнса наверное гербов понавешали тут тут везде одни гербы смотри на заявочку вкус проседает слегка достаточно водянистенько слегка водочно довольно жгуча жгучесть спиртов но нету характера виски вот как виски это слишком водянисток как напиток это довольно спиртуозно и состав выдержанные висковые дистилляты из ферментированного сусла пшеницы и ржи вода исправленная выдержанный висковый дистиллят из солодового ячменя краситель сахарный колер простой е 150 а срок выдержки три года в дубовых бочках изготовитель соединенное королевство великобритания и северной ирландии разлив на заводе во франции ничего себе французы а импортер о торговый дом лабаз ну и дата розлива 0 3 0 5 22 года майский разлив ну-ка здесь нету изюма вот этого вискового нету солдовой изюминки солдовой легкой такой сладости все остальное как бы присутствует но вот солда чуть-чуть не хватает так что аромат 5 баллов но по вкусу не дотягивает так что заносите второго второй представитель аромат очень тонкий очень далекий слегка уловимый аромат виски с кофейной нотой по аромату далекий далекий виски но больше трех с минусов двух с плюсом поставить ему пока не могу ну что можно сказать про рояль из шотландии ну это чекушка и такая же стандартная чекушка как все остальные стандартные чекушки 0 2 в принципе и 0 5 бутылка ничем не отличается от других стандартных 0 5 бутылок которые идут дешево искать вкус ну и вкус тоже достаточно водянистый с какой-то химией как будто бы попробовал какого-то химического элемента либо дерево в котором держали этот напиток покрашен так что я не знаю бленда скотч виски виски шотландский купажированный скоттиш роял изготовитель джок макдональд глазга скотлом состав вода зерновой дистиллят солдовый дистиллят краситель сахарный колер е 150 а дата розлива 9 часов 10 минут утра 20 09 19 старенький релиз целом пить можно но получать удовольствие хотя бы как от этого удовольствие вряд ли совершенно точно опять-таки не дотягивает до старого доброго fox and dogs цена напитку этому больше 400 рублей но точно принял ты и 4 с тобой все разные 3 давайте вот он ты третий надежда алкогольного и клубного сообщества на тех кто любит пить виски свадейник у них нет погнали аромат и таки достаточно все тонко и далеко но здесь вот очень очень похоже на целостность вискарного аромата без купюр стандартная стандартная бутылка которая только может быть практически ничем не отличаются от fox and dogs вот так вот слегка тут плечики другие но так в целом практически тоже самое sir edward в чепчике нарисованы с шарфиком похож на glenn forest glenn forest был вот именно не сейчас которые у них бутылки а именно старые еще года четыре наверно за тут и по внешнему так сказать оформлению и по этикетке по бутылке очень напоминаем данный аромат принципе все добротно со своими нюансами то есть отличается от fox and dogs но тем не менее тоже в рамках разумного все как должно быть вискаре sir edwards blended скотч виски виски шотландский купажированный страна происхождения висковых дистиллятов шотландия виски выдержанный не менее трех лет в бочках из дуба состав вода подготовленная очищены висковый зерновой выдержанный дистиллят висковый сладовый выдержанный дистиллят пищевой краситель сахарный колер один простой е 150 а поехали вкус что могу сказать мое почтение это виски до дешевый до водянистый да слегка спиртуозный да не похож на fox and dogs с другими легкими нюансами в целом изготовитель какие-то борди не си эйси бланфорд франция тоже французы смотри французы решили захватить вискарный рынок самый дорогой сегодня у нас на столе деревяшка выпирает конечно передний план но в целом все остальное тоже присутствует все что должно быть или скорее чувствуется соло какой-то никакой после пусть и кофеечек такой корица далеко не то что я мог бы посоветовать но если сравнивать принципе что вот это виски что вот это виски что вот это дешево и сердито что вот это дешево и сердито кто бы это не был ну и раз уж fox and dogs плохой fox and dogs сейчас стоит в районе 650 рублей ну в принципе 650 ну ладно если хотите какой-то искари кто вот это за этом можно я думаю дать осталось только раскрыть карты кто был где в принципе вы это уже знаете но мне это тоже любопытно в первом стакане у нас скрывался лейбл файв аромат на 5 вкус не дотягивает под номером два у нас скрывался шотландский рояль и шотландский рояль не советую мы под номером три у нас соответственно это представитель из кб новенький сир и адвард ну и он сегодня самый дорогой я так понимаю 700 рублей близко конечно но за эти деньги там вилям ломсом хотя вилям ломсом мы еще не сравнивали если пробовали напишите в комментариях что вы думаете об этих всех пацанах вот этих вот этот еще хрен знает может кому-то и понравится но вот это вот никому не советую эту нахер сделаем так 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 и вот так у пашни детские забавы как обычно смешим народ господа у меня сейчас прям белс получился как ни странно сделай репост